Министр обороны США Лой Остин, комментируя итоги Рамштайна, заявил, что ситуация на поле боя является непредсказуемой, но США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. Скажите, это ответ Путину, что все его планы обречены? Ну, по крайней мере, это намерение, то есть люди оглашают свои намерения перед такой достаточно большой дракой, и скорее это не к Путину обращение, вы понимаете, там какие-то другие моменты есть, да, и другие какие-то круги, в том числе дипломатические, которые ведут постоянные переговоры. Я думаю, что, скорее всего, это обращение к союзникам колеблющимся, то есть тем, которые еще думают, что можно соскочить, ну, в частности, Корбану с Венгрией, да, ну и так далее. Ну, не будем всех перечислять, но понятно, что там нет такого единства, что масса людей, которые работают с Путиным, получают от него деньги, получают удовольствие от работы с Путиным, и, собственно, это вот им такой посыл, что будем идти до конца, но вы знаете, в чем проблема? В том, что они уже привыкли, что американская администрация, причем люди разного ранга, и в том числе гражданские, военные, заявляют какие-то немыслимые цели, да, а потом спокойно все спускают на тормозах. Мы это видели уже неоднократно, и поэтому, когда, вы помните, мальчик кричит «волки, волки», уже никто не верит. Не то, что Путин не верит, он-то вообще вот никогда не верил, а вот такие, как Корбан, не верят, а это очень плохо. Потому что, ну, посмотрите, какие-то проблемы возникли у тех людей, которые поддерживали Путина в западных странах, никаких. Может, на выборах у них были проблемы? Нет, на выборах у них не было проблем. Наоборот, они побеждали, я не думаю, что они честно особенно побеждали, да, если покопаться там, будет очень неприятно все. Но никто не заявлял о том, что у них там были какие-то нарушения, что они ведут себя неправильно и так далее. То есть делали вид, что все там, все очень демократично, все очень хорошо, но это же не так. О какой демократии можно говорить применительно к тому режиму, который возник, опять же, я возвращаюсь в Венгрии. Что-то это не очень похоже, но союзники это спокойно проглатывают. Почему? Ну, вроде, пусть будет и такой среди нас. Но на самом деле сейчас, если Запад не монолитен, а он точно не монолитен, да, там, Макрон собирается на Брикс лететь и прочее, прочее. Так, Сыдзенпин улетает, обнимается, ну и другие тоже, в общем-то, поступают в этом же ключе. И плюс рассказывают, что американцы там какую-то гегемонию двигают, которая всех не устраивает. На самом деле всех не устраивает отсутствие таковой гегемонии, да, потому что, ну, Америка ослабла, это совершенно очевидно. И только на фоне вот этой слабости могло случиться то, что случилось. Да, ну, условно, даже вот тот же самый Путин и так далее, такое могло быть при Буше. Ну, там, Крым наш и прочее, и прочее. Конечно, нет. Даже вот такой не очень умный человек, как Буш-младший, он бы не позволил это сделать. Поэтому мы видим, как развиваются события во власти в Америке. Они развиваются от плохих к худшим, да, то есть все, получается, каждая администрация слабее предыдущей. Но в конце концов святое место пусто не бывает, и если кто-то отказывается от гегемонии, да, помните, как в Жизинске в свое время писал там о гегемонии и партнерстве, да, нет никакого партнерства в этом мире. Или ты доминируешь, да, или над тобой доминирует. Ну, то есть такой вот БДСМ получается. Поэтому Китай сейчас очень, как видите, так сказать, решил перехватить эту плетку у Соединенных Штатов. Получится это, не получится, я, к сожалению, думаю, что получится. И вот это вот меня очень сильно напрягает. И напрягает то, что западные партнеры, они при этом не монолитные. Они должны были мгновенно все понять, соединиться и так далее. Но, во-первых, международные преступники внутри этой системы, которые очень четко взаимодействуют и с путинскими, и с китайцами, и с кем хотите, да, которые продают оружие во все стороны или оставляют оружие там где-нибудь в Афганистане талибам, которые могут на такую сумму невыслимую сейчас выкатить кому угодно, да, и решить массу вопросов в любом регионе. Представляете, сидят какие-то мужики в шапке, там собирают героин, да, и при этом обладают таким количеством оружия, как никакая страна. Наверное, даже в Украине сейчас нет столько оружия, сколько есть в Афганистане. Представляете? То есть еще очень много тех, так скажем, игроков, которые не сказали свое слово. И когда они скажут, мир очень сильно поменяется. Вячеслав, скажите, исходя из того, что впереди в Соединенных Штатах будут выборы, будут ли союзники, в частности, Штаты давить на Украину, потому что им же нужны успехи на поле боя, или все-таки Украина будет самостоятельно здесь принимать решения? Да, дело в том, что на выборах вопрос по Украине вообще навряд ли будет звучать либо с той, либо с другой стороны. Возможно, оппоненты, да, республиканцы будут там в чем-то обвинять демократов, но поверьте, американцам это совершенно по барабану. Америка это достаточно закрытое общество, изолированное еще с 19 века. И те, кто занимался вот такой изоляционистской политикой, они всегда имели преимущество перед теми остальными. Пока это их раскачать. Что нужно было Америке, чтобы вступить во Вторую мировую войну? Перл-Харбор, да? И сейчас многие утверждают, ну, конечно, архивы закрыты, но те, кто там рядом, по крайней мере, копался, утверждают, что американцы имели информацию о том, что японцы готовят нападение на Перл-Харбор, поэтому авианосцы оттуда и ушли. А почему не противостояли? Потому что нужна была жертва, нужен был удар для того, чтобы нацию сплотить и, так скажем, воевать, начать. А огромное количество людей были против этого, даже тогда. Против того, чтобы Америка помогала Великобритании, против Ленд-Лиза в Советский Союз, против того, чтобы с Гитлером там как-то там не так себя вести, какие-то санкции включать и так далее. То есть были созданы огромные общества, которые этим занимались, которые пытались, как они считали, не допустить Второй мировой войны. То есть Америка вступает, и все, Вторая мировая война. А вот если она не вступает, то Второй мировой не будет. А на самом деле все было предрешено, и если бы тогда Запад был монолитным, то, наверное, проблем было бы меньше. Сейчас та же самая ситуация. Сейчас та же самая ситуация, в том числе и в США, и в связи с этими выборами. Но республиканцы наедут на демократов. Ну и что демократы больше очков, так сказать, вернее, меньше очков получат по вопросам, связанным с экономикой США. Да, там есть серьезные проблемы, и вот на эти проблемы как раз и будут давить республиканцы. А Украина вот в ряду всех проблем будет даже не в первой десятке, поверьте. То есть она будет где-то там. И вопросы, связанные с ядерной войной, что Путин может кнопку нажать, вообще никого не волнует, об этом никто не думает. Они думают о вещах насущных, так устроена Америка, и так она была устроена всегда. Редактор субтитров А.Семкин